Лента, подожди, а если ленту приблизить? Давай-ка её приблизим, только не замкни, ничего не фонит. Подожди, а мы громкости прибавили? Громкость? Прибавлена громкость? Нет, нет, это не громкость. Как это не громкость? Вот же, gain, volume, всё правильно? Стоп, 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 мы же не воткнули. Так, второй отсюда. Не, второй отсюда. Вот же второй, первый, второй, правильно? Нет. Вот-вот, отсюда второй. Первый, второй. Ну вот фон пошёл, естественно. Ну это на полу не прибавляй, а что? Тут же 300 ватт мощности. Тихо-тихо. Где-то есть шимфон, да, слышишь? Сейчас, секунду. Ты на какой процент прибавил? Вообще на чуть-чуть. Вот это? Вот это? Это не смотри, это как в мини-джеке тоже. Касайся, Гудин. Я понял. Сейчас надо чуть-чуть прибавить. Вот смотри. Вот смотри. Так, ладно. Подожди, а у меня есть другая лента, может другую ленту способна? Подожди, подожди. Фонит лента. Фонит, да. Фонит, да. Смотри, видишь? Пошёл, пошёл. И смотри, на каком расстоянии идёт фон. Да. Даже здесь фонит. А если мы эту включим, то она тоже передастся, да? Мы же это ещё не включали. Ну, тут другой вариант. Либо усилак оставлять без подсветки, а оставить только колонку с подсветкой. У тебя бесполезно, у тебя будет шуметь. Ты смотри, на каком расстоянии он будет. Куда ты спрячешь ленту? Слушай, может другую ленту попробовать? Они все одинаковые. Бесполезно. Давай попробуем, чё нет, другая будет не так сильно фонить. А на мига схему положили её. Так. Ладно. Добавляем звуки, короче. Выключаем. Так. Давай другую схему. Надо другую схему сделать. У нас профиль вот этот. Но он не даст ли прямой экраны. Это алюминий. Парфеля вот этого больше нету. Парфеля потом вставляли. Я думал, если бы в него засунуть. Что засунуть? Не даст ли он как экран, не станет ли и не будет дан фонить. Хотя, скорее всего, будет. Будет. Через лицевую часть, конечно. Это надо полностью в клетку Фарадея класть. Да, да, да. Если бы сказал, я бы взял. Не будет толку. Она не в оболочке, она через лицо будет. Давай попробуем другую схему. Возьмём питание отсюда. Пропустим через этот блок питания. И возьмём другую ленту. Посмотрим, что будет. БП. 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 Ну ладно, 220. Возьмём, это не проблема. Так, мы возьмём браку. Другие ленту, они одинаковые. Сейчас я по-другому. Так, где мы можем взять на пробу? Вот отсюда, да, мы взяли на прорежение. Ну, это отсюда, но мы можем взять с кнопки фазу ноль. Фаза ноль, а отсюда в плюс-минус уходит. И уходит на контроллер. Вот так. Это же блок питания, правильно? Да. Ты на какую громкость прибавил? Подожди. Вот на максимум. Да что-то она фонит. Да, нормально. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Короче, такая проблема здесь. То, что RGB-лента была наклеена прямо на плату усилителя. И очень сильно фонила. Мы убрали, значит, эту ленту. И начали методом дедукции смотреть, что фонит. Вот этот вот контроллер или лента. Начали, значит, подносить отдельную ленту и отдельно контроллер. Но выяснилось то, что фонит всё-таки лента. Но лента фонит из-за того, что идут шим-наводки вот эти 50-герцовые. И я предложил попробовать запитать, попробовать 12 вольт взять от аккумулятора. Подсоединили напрямую от аккумулятора через контроллер и на ленту. И фон пропал. Сейчас попробовали, я купил ещё одно блок питания, другое. Попробую вот это блок питания. От блок питания идёт на контроллер, от контроллера на ленту. И фон от так такового. Нет, конечно, есть фон, если прибавить на полную громкость. Но тут, я думаю, если 300 ватт дёрнут струну бас-гитара, то всё разлетится в округе. И вот эти наводки, которые есть немножечко, мне кажется, это не так критично. Вот всё-таки выяснили, в чём проблема. Оказалось, что питание взято, во-первых, с платы. Это была огромная ошибка. Во-вторых, и вот эти шим наводки 50 герцовые, дурацкие. Сейчас мы взяли питание фазу 220. Фазу взяли с кнопки 0, взяли с разъёма. Пришлось раздвоить кабель на блок питания с 220 на 12. Потом 12 вольт на контроллер и уже с контроллера на RGB ленту. И фона нет с этим новым блок питанием. Значит, надо было изначально так делать. Так что вот такие пироги. Сейчас будем приступать к монтажу. Будем смотреть. Будет фонить, не будет фонить. Но фонить, по крайней мере, не должно. Вот так вот мы выяснили, в чём причина. Кто-то сейчас гуляет, кто-то на даче жарит шашлыки. С девушками развлекается. А я вот сижу с электроникой вожусь. Но зато завтра все проснутся с квадратными головами. Все будут трястись с давлением. Весь день у них будет испорчен. А может быть и два дня. А я проснусь с прозрачной головой. И с такой вот конфеткой, которая будет очень красиво светиться. Ха-ха. Ладно. Такие вот ручки. Приехали красивые. И кнопка включения, соответственно. Такая с фиксацией. С подсветочкой. Все дела. Тестер. Сейчас надо будет прозвонить пины. Узнать, где какой заходит. Входы, выходы. Куда подсоединяться. Кнопка на 220 вольт. Так, смотрим пины. Выключили. Включили. Так неудобно прозванивать их. Тут целый ряд, короче, прозваниваются этих пинов. Так, подожди. Сейчас он в выключенном состоянии получается. Вот этот, вот этот, вот отжатый должен быть выключен. В отжатом состоянии. Сделал же пищу. Ага, вот так. Ага, русском, да? Или. Нет. Только два. Раз, два. Ну-ка, выключим. Да. Вот эти два. Я уже повернул. Какие? Вот этот, вот этот? Нужны быть, да. Клей на двухсторонний скотч. Вот ремус не нашли. Подальше оттуда пихать. Как раз дикулы. Вот эти. Вроде держат. Нам сейчас надо с кнопкой разобраться, короче. Ты уже. Ты готова? Чё, надо тогда рассверлить отверстие побольше. Берем ступенчатый сло. Заправляем его в шурик. Только много не возьми. Видишь, здесь фазочка такая маленькая. Ну, так он тоже 10. У меня в штангенциркуле есть. Подожди, давай замерим. Да, посмотрим. Сколько по губку? 18,73. А здесь надо внутренний диаметр померить. 18,6, да. Чуть-чуть. Миллиметр на стену. Ступенчатый не дает такой, да, разбег? Так, сейчас. 18-ый тут есть, конечно. Еще 20-ый. В следующем 20-ый. А 20-ый у нас... Ты фазку померь. Да, 18-ый миллиметр. Миллиметр это мало. Вот сейчас главное не налажать. Если мы сейчас больше чем фазку снимем, это будет жопа. Ну, а так он не выйдет. А если по резьбе прот крутануть ее? Может она нарежет? Где-нибудь мы сейчас после используем всю резьбу. Да? А по пластику как она? Это не пластик. Это, вот это пластик же? Это алюминий. Алюминий? Как алюминий? Конечно. Точно смотри, ё-моё. Я думал пластик, прикинь. Резьбу больше на заказе. Да. Сейчас резьбу испортим. Резьбу не завернем. Поэтому очень-очень аккуратно. Ну, давай аккуратно только чуть-чуть расширей панель эту. Смотри, точно алюминий. Я думал пластик, прикинь. Давай еще тоньше оставлю стеночку. Я насквозь не буду. Да. Сейчас тонкую фасочку эту оставлю. По резьбе она могла быть. Все, знаешь, я саму думал. Все стружко аккуратно отсюда. Чтобы она вкладка не пропала. Надо этим, магнитом. А, алюминий здесь магнитится. Алюминий не магнитится. Это чуть-чуть тебе не хватает. Нет. Она в расклин идет. Еще надо чуть-чуть. Ну, тут стальная резьба, что интересно. Там алюминий. Уж такой кастомайзинг, да? Нет. Так, от кнопки скоро ничего не останется. Заносцы не загони. Надфильм, что ли, думаешь? Кургом. Ты его не думал, мне понравилось просто. Видишь, где резьба начинается, она уже не хочет идти. Да. Короче. Давай-то досверливай. Что теперь делать? Это что за... Это у нас такое? Это индикация включения. Куда подключалась, не помнишь? Мы можем... Вот же она. Вот. Понимаешь, да? Это новые. А это что? Это новые. Я новые поставил. Ага. Да, да. Просто прикрутить сюда. Тут, по-моему, не 220. Нет, это 12. Пошла, что ли? Да. Да. Тут, наверно, надо крутить уже. Там мы сейчас шляпку сломаем. Ага, она уже... Ну все, ну-ка. Опа. 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 Все. Паерник работает, да? Контур закрутить. Ну, руками ты не будешь наживлять, да? Что это? Накинут накид на переной, что она не пойдет. Гаишни. Такую пусть сюда. Гаишни тоже не вставишь, да? Закон. Слушай, мне... Мне кажется, знаешь что? Зря мы не взяли цена крыла. Мне кажется, она от вибрации... Она начнет раскручиваться. Что она? Цена крыла не возьмет, мне толпы. Как? Ну, конечно. Рассказывай мне, не берет. Я тогда крылья... Резьбу... Крылья велосипеда у меня откручивались, короче. Я цена крылатом нафигачил на резьбу и закрутил. У меня крыло отломалось. Я хотел заменить и не могу открутить. Теперь болт у меня слизывается. Потому что там все застыло внутри. Так вот, а ты говоришь, не берет цена крылат. Еще как берет. Гель особенно. Он податливый. Пока во морском состоянии. Когда он начинает заставать... Все. Улыбнул. До свидания. Подожди, а почему их нельзя было? Маленький. Маленький. А-а-а. А-а-а. Вот эти вот небольшие. А-а-а. Вот такие вот... Куда нужно? Вот я не помню, это 220 или на 12. Мне кажется, на 220 я взял. А-а-а. А мой, на 220 меня я его брал. А-а-а-а. я не могу одна рука это одна рука занят а вот же да клиент может ценить тебя камера нагревается кстати охренеть какой яркий охренеть можно резистор впаять до чтобы потускали вообще по сути это как фонарик да используется не как сигнальная лампа получается как фонарь мне кажется долго не проживет в таком состоянии живет да но это реально яркий прям как прожектор светит все под свет эти красивенькие должна была быть изначально вот такая кнопочка мне китаец привез кнопку без фиксации и неудобно нажимать слишком она мелкая не удобно нажимать и пришлось взять грибкового типа ты думаешь эту кнопку на 120 до похоже на 220 вольт только 220 ампер там мало числота не помню аскорбин кстати хорошо что аккумулятор до нас выручен выручает можем не подключая сразу же напрямую проверить что работает что не работает фонит не хранит удобная тема консущая 12 вольтовый а шурика на кумчик фазу или ноль неизвестно как розетку вот конечно так и будет проверим сейчас опасно будет у меня фонарик есть так сейчас самый ответственный момент почему кнопку без подсветки нет здесь тоже светится сердцевина надо знать тип подключения не она не горит она должна гореть подожди слушай а 12 вольт она по-любому будет еле-еле но светится не давай попробуем попробуем а так атакума попробуем вот ее включим и атакума рандомно попробуем по пинам пройтись если будет подсветка то будет ну китайц написал что с подсветкой блин так надо от уже убрал да здесь здесь на пруга включает она на пруга сидит нельзя очете с эпоксидкой воняет так давай и включим вот такая за не страшно разный вариант попробуем а светится лишь ну она всегда светится светится даже попрощим в другую ткни может она будет переменно светить вот смотри а светится сейчас чая нет 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 есть теперь нажми кнопку сейчас опять пропал подожди я знаю теперь нажми кнопку есть нет есть есть нет 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 противоположной стороны соответственно возникает вопрос она должна гореть только до включены ну по логике да то есть ее может быть посадить к этому диоду можно но но то есть имеешь ввиду плюс взять даже но это же ведь на 12 вольт а это на 220 или это должен быть тоже на 220 вот я не помню ты уверен я тоже чтобы подожди а подожди а вот этот светодиод тогда а почему рожья как он через кем уж какую-то питается да и получать через меня это там своей понятно но нам нам надо что сделать он питается же от кнопки вот это вот этот сигнальный светодиод и мы можем отсюда же на хреначить сюда правильно но будет еле-еле гореть будет еле-еле гореть вот день подожди папа логике она должна только при включении загораться этот центральный светодиодиод правильно какого хера вы даже давайте еще раз попробуем безопасным напряжением пока прозондируем блин люфтит кнопка наш о чем это говорит потому что когда будет на когда будет звучать бас-гитара от вибрации она будет дребезжать нещадно это у меня такие такие прогнозы ты сейчас нажми тогда нажата нажата я скажу когда она загореть вот вот я на прием кидал но 12 вольт не страшно там ампер мало вот это когда отключишь она померкнет по сравнению с этим ну померкнет да но все равно красиво смотрится ох охренеть весь мозг охренеть она светит я купил прожектор походу совместно сигнальной лампочки понизить что ли может и светит да да светится охренеть я купил прожектор уже будет вообще все слепить на свете ну ка еще раз подсоединение да маленько да я посмотрю как сдалека будет вот это я купил а у меня кстати еще есть ну-ка как сдалека будет охренеть вот такая еще есть давай я попробую охренеть я весь ослеп это бороться слишком тускло да мне кажется андрейси двадцать она не влезет до сюда она будет проваливаться я если ты заматируешь ее но пленкой она греться начнет и пленка расплавится тогда знаешь что есть какой вариант смотри наш какой есть вариант ее всю разобрать полностью и воткнуть сюда вот этот светодиодик заменить начинку на эту не заменишь это линза и сама линза какие диоды со свистом еще пролетит не влезает ни хрена себе давай на 220 проверим и влезает точно смотри-ка но какая вот это мне кажется по красе и выглядит да да смотри красиво но смотри вообще охрененно нас лепит кошмар он всех на сцене кто будет смотреть он всем глаза выжжет все будут говорить выключу сил фок выключили но это зато давай включим можно тоже все будет херачить подключи пока пока наживи может проводки ездить фазу 0 как это нет вот жути да а как ты хочешь 220 правильно поглубь жду да это не серьезно ну чё это такое ну ладно херс индикации есть есть да ну да суши на счетов сезем давай включая позвонцы вот фото это сует дурак сталкиваем но мне кажется ни одного диаметра ну плюс минус там микрон ну тогда будет в индикации чё на 220 ну это будет гореть кнопка и вот это получается придется на 220 до 1 12 вольт тот светодиодик придется наглушануть просто вытащим из этого из клипса и спина сразу электротехника запахла электроник кастомом пахнет когда пахнет канифоли такой разгорячен сразу пахнет кастомом такое чувство прямо с детства что ты по есть что-то такое интересное которую других нет подожди пока нет эти постой на потом откусим когда схему от работы получаем тогда мы сейчас спалим трансформатор и так вся вся обмотка запечется сплавится в один огромный бубликами ты курс и там обводки живут это обмотка на счет каждый проводок лаком покрыт микро то толщиной это все спечется в бутерброд такой и все это получается как этот эффект кипятильника повар тут написано а повар ну типа индикация что работает на самом деле тут же тумблер был мы же поменяли за одну перец и от бусины душилок покажу нахи виды когда вы сидите сейчас такой не производит уже у снялись производства лет лет десять назад 11 лет назад не не москву пригоню мне понравилось как он звучит у меня у то у друга точно такой же на реббазе это фару как он звучит я думал возьму все точно такой же нигде нет прикинь в продаже я по всей россии скал на один нашел так вот это один экземпляр прикинь это надо было молить богу чтобы он отправил с деком ну то есть он мог сказать нет я только продаю но вот приезжай на квартиру слушай забирай не с почтой а водиться типа не будут ну да многие не охота нет тоже кайфалом кайфалом да куда-то ехать какой-то с дек хочешь пожалуйста нанимай курьером приедем до цели втыкаем стой дожди как лучше сделать сначала дожди давай дожди пока не да тут надо выключить страшно а чё кнопка не горит а чё кнопка не горит почему на 12 вольт она горела а здесь 20 не хочет гореть зачем потому что я много выдавал на другие пины так можно же можно же фазу фазу разделить правильно и послать на другой пин или думаешь там замыкание хотя не должно быть это не знаю не связано с собой не связаны приди конечно можно а как видите короче это вот с этим вот это вот с этим туда не будет гореть тогда гореть будет на весь риск есть 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 риск полить на я уже просто боюсь если здесь появится сейчас уже эту такую шматок точно не пропали у меня тут предохранитель должен быть где-то он-то защищает от входного а мы уже после начинаем уже после начинаю колобродить давай пока наживим дней сразу там чтобы она здесь как шабановыми что все расплавилось на нажатом состоянии мало вибрирует но должна мне кажется по-любому от вибрации тарахтить чуть помню ты замыкаешь на корпус нет здесь пластик канифоль он скрипачам как раз кучки натирать цепляется она слишком мало взял и но мне кажется это не пойдет такая пайка давай побольше зачистим что-то площадь больше было на будет она будет все на 220 не надо такой мощный это пайки на двенадцать вольт качестве по 220 не надо на двенадцать вольт нагрева больше так что ампер больше на самом деле я тебе говорю побольше площадь нет больше не надо этот паяльник остывает как он не может а как ты он автоматически что листывает или черный так сейчас подключили на свой страх и риск здесь на хрена вертили ну по логике все должно получиться но тут шанс как у сапера либо ты выживешь либо ты спалишься ну вот подсоединили с осталось только нажать кнопку пуск о марик все горит точно по центру нажимай не накрывай у нас с перекосом идет там же люфт есть вот этот кнопки не всегда срабатывает через раз это она уже сейчас начала мозг канифорить со временем община ненадолго цвет кнопки еще нормальный кнопку где найдешь они все на фотографии короче идет у нас с колонками все нормально сейчас остается получается только поставить блок блок мы поставили поставить приемник на нас все с тобой вот это и к и к и к и к и к и еще ручки прибомбать поехали в пол двенадцатого ночи сколько сейчас у нас на поехали полдонаса ночи заклеим сан акрилат нет у нас клея чтобы прикрепить эту ргб ленту магните же должен быть да этот клей по-любому да я супер клей просто зайдешь спросить делать тут супер клей клей просто возьмешь все обычный жидкий не берем бестолковый лучше гель снова взять и бери нормально хороший дешевый клей не берем налоги естественно качество хенкель но думаю в магните взять этот сан акрилат блин в итоге нашел этот клей в магните который работает круглосуточно сейчас идем клеить светодиодную ленту обмазан сан акрилатом ты мне эти точки наберешь что эти точки берешь да да не повыше туда ему затвердеть по-любому заклеить как уж он не должен клеить взяли все-таки новую ленту приклеиваем ленту на планку устанавливать на лицевую панель усилителя приклеиваем ленту на планку краешек попробуем оторвать не идет но туго отклеивание как боюсь как бы от нагрева не стала мягкой не стал конец свисать постепенный потом вся лента так свистит внутри усилка сам крылатом провода что-то не болтались на камере все 128 гигов все забились придется писать на телефон установка платы на лицевую панель усилителя короче сан акрилат не хочет приклеивать эту планку в платье потому что слишком жирный слой и там дорожки мешает но вот эти вот на пайке точки пайки поэтому решили все-таки на 3 муски скотч посадить ну не берется на крыла ты все не хочет он клеить короче кнопки эти китайские нажи пока не рубая полная только что установили а у нее внутри механизм уже сломался она теперь начинает искрить не боюсь не убирать убирать до дуга пошла и все короче это кнопка китайское барахло это это ладно она сейчас стрельнула до при нас а что было бы если на концерте это было было бы полную жопу она конечно красивая не спорю вот она совпадает прям по цвет все прям общий стиль но были она крайне ненадежные за красивой оболочкой скрывается гнилье и ненадежность то есть она красивая спору нет но внутрянка у нее полный внутренние качества и и она еще и заедает порой были где найти вот такого же цвета это я думаю вообще нереально чтобы была качественная такого же цвета и ждать это опять целый месяц короче не не скоро еще усилитель этот заработает на полную катушку не знаю может конечно такое использовать дем такой использовать но классический здесь дырень уже мах на хреновертили такую что этот уже никак не станет уже поздно пить боржоми как-то так